турецкий язык урок номер 40 сложные времена глаголов ирлещик заман филлер этот урок это вводная часть огромной темы про сложные времена глаголов в турецком языке сегодня мы узнаем как образовываются сложные времена глаголов и какими они бывают многие кто изучает турецкий язык догадя до сложных времен опускают руки потому что в голове образуется ужасная каша и становится непонятно зачем столько времен и как запомнить когда какое время применять это понятно потому что в русском языке мы знаем три времени глаголов и столкнувшись такой кучей времен тяжело сопоставить одно к другому поэтому чтобы вычистить кашу из головы в этом уроке я постараюсь объяснить логику сложных времен как они образуются чтобы без заучивания без зубриловки было все понятно хочу сразу обратить внимание на турецкие термины турецкую терминологию я буду все время в этом уроке ссылаться на нее потому что это ключ к пониманию логики турецкой грамматики по-турецки сложные времена называются бирлящик заман филлер есть глагол бирляшмек соединяться и бирлящик переводится как соединенный и у нас получается бирлящик заман филлер это соединенные времена глаголов а что у нас соединяется у нас соединяются простые времена и глагол иметь это наше правило сложные времена глаголов образуются путем прибавления к основам простых времен аффиксов, являющихся формами недостаточного глагола имек. У нас есть отдельный урок про глагол имек. Для того, кто не видел, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Вы можете посмотреть. Кто же уже смотрел, тот должен помнить, что недостаточный глагол имек означает состояние быть или находиться. И оно именно выражает состояние и имеет три формы времени и одну форму наклонения. Это широкое время, у нас в форме дыр, увиденное прошедшее время иди, услышанное прошедшее время имищ и условно-желательное наклонение исе. Только форма с аффиксом дыр имеет отличную особенность от остальных форм и про эту форму будет отдельный урок, поэтому эту форму мы исключаем из данного списка и будем рассматривать только три формы иди, имищ и исе. Теперь давайте вспомним, какие у нас вообще есть времена глаголов. Это у нас есть настоящее время, на йор, широкое время, на ар, эр, увиденное прошедшее время на дыр, услышанное прошедшее время на мышь и будущее время на аджак. Также у нас есть четыре наклонения. Долженствовательное наклонение на малы, желательное наклонение на аэ, условно-желательное наклонение на са и повелительное наклонение. Времена от наклонений отличаются тем, что действия, которые выражают времена, осуществляются в определенный отрезок времени, а действия, которые выражаются наклонением глаголов, не привязаны никак ни к какому времени. Теперь для того, чтобы образовать сложные времена глаголов, мы должны к простым временам глаголов и к наклонением глаголов прибавить одну из форм глагола имеки. У нас три формы и поэтому у нас есть три вида сложных времен. Это у нас повествовательная модальность, когда добавляем форму иди, например, окуйор иди или окур иди. Дальше у нас есть субъективная модальность, когда добавляем форму имищ, например, окуйор имищ или окуяджак имищ или окумалы имищ. И у нас еще есть условная модальность, когда добавляем форму и се и получаем окур и се или окумуш и се или окумалы и се. Смотрите, в турецком языке у нас виды сложных времен называются так хикаэ бирлящик заманы, риваэт бирлящик заманы и шарт бирлящик заманы. Давайте попробуем понять, почему эти времена или модальность и так назвали. И мы исходим сейчас из турецких терминов. Смотрите, хикаэ бирлящик заманы. Бирлящик заманы это соединенное время. Хикаэ. Хикаэ у нас это рассказ, история или повествование. То есть это соединенное у нас время в режиме повествования, когда мы рассказываем или повествуем о каком-то действии, которое мы видели или мы стали свидетелем этого действия. Дальше у нас есть риваэт бирлящик заманы. Это у нас соединенное время в режиме ревает ревает это у нас миф или легенда это обозначает что мы выражаем или рассказываем о действиях о которых мы что-то знаем от кого-то с чужих слов от кого-то услышали и то есть есть в этом не точные сведения есть какие-то сомнения нам пришла информация и мы ее выражаем дальше то есть как видите это немножко похоже с простыми временами так как у нас где повествовательное соединенное время над и то есть это действие которое мы видим знаем здесь же у нас уже ревает миф легенда и получается что с чьих-то слов и поэтому наверное на русский язык перевели это как субъективное это не мы сами информацию докладываем эту информацию со слов чьих-то мы ее перекидываем дальше и еще последнее у нас идет шарт берлящик заманы то есть это соединенное время в режиме шарт шарт это у нас условия то есть при определенном условии совершается действие и поэтому называется условное соединенное время а теперь посмотрим в литературе обучающие на русском языке первый вид сложных времен назвали повествовательные сложные времена дальше сказали это субъективная модальность и условная модальность я не знаю почему нельзя было все назвать просто модальностью и три вида повествовательное субъективное или условное или почему нельзя было все это назвать сложными временами тогда уже повествовательные сложные времена, субъективные сложные времена, условные сложные времена. И в таком и в таком виде было бы более упрощенно и понятно. Из-за того, что мы на первый вид говорим, что это повестывательные сложные времена, а потом дальше идет уже модальность. Вот эти русские термины в первую очередь они запутывают нам голову. Теперь смотрим дальше. Сложные времена у нас образуются, когда мы к временам или наклонениям добавляем вот эти три формы. И у нас получаются обычные, простые времена глаголов или наклонения глаголов, просто в этой модальности, то есть повествовательной модальности, в субъективной модальности или в условной модальности. Но в грамматике на русском языке, в турецкой, в книгах, в литературе вы встретите, что, например, повествовательные сложные времена, которые образуются при помощи формы id и добавляются к простым временам, и начинаются у нас названия, такие как определенный имперфект, неопределенный имперфект, давно прошедшее время 1, давно прошедшее время 2 и так далее и тому подобное. Вот представьте, у нас по идее получается, что каждый из этих аффиксов, которые видите с правой стороны, говорю аффикс, потому что у нас глагол иметь может добавляться как отдельная форма id, imish или ise, и когда он вместе соединяется со словом, он превращается в аффикс, например, d, imish и se. Вот три таких аффиксов добавляются на левую сторону, а там у нас получаются 5 времен и 4 наклонения, ну то есть всего 9. Умножаем 9 на 3, получается 27, минус некоторые формы не имеют сложных времен, дальше об этом тоже поговорим, но в общем, в общей сложности примерно у нас 21 сложное время, по итогу получается. При том, что некоторые из этих времен назвали какими-то новыми терминами, такими как вот неопределенный имперфект, определенный имперфект и так далее. Человек, который изучает турецкий язык, который в русском языке знает всего три времени, здесь сталкивается вдруг, во-первых, 5 времен и 4 наклонения, это обычные, простые, и плюс еще добавляется 21 сложное время. Как вы думаете, это вообще реально запомнить или заучить? Наверное, нереально. Или сколько бы вы ни зубрили, это вообще неправильный метод изучения. Мы здесь должны понять логику, и все термины постараться, чтобы остались такими же, как они есть в турецком языке. Не надо их исправлять, не надо что-то придумывать для того, чтобы эта терминология запутывала потом нас. Поэтому мы делаем просто. У нас будет три модальности, повествовательно-субъективная, условная, и времена и наклонения в этой модальности. Мы не будем их называть каждое отдельно, это сложное время. Дальше будут уроки про каждую модальность, про все времена, более подробно, с примерами, с всякими нюансами. Но сейчас, чтобы понять просто структуру еще раз, у нас есть три вида сложных времен. Это глагол имек в трех формах, иди, имиш, иисе. Они добавляются простым временам. У нас их пять. Вот эти пять времен, настоящее широкое, два прошедших и одно будущее время, в принципе, можно эти времена сопоставить с тремя временами в русском языке. У нас есть прошедшее время в двух вариантах, тогда, когда мы видим или точно знаем про действия, и тогда, когда мы не видели, не знали, от кого-то услышали. Два варианта прошедшего времени. У нас есть полтора варианта настоящего времени, то есть обычное настоящее время, и часть широкого времени, когда оно повествует о каких-то действиях, которые вот в настоящем времени совершаются. Потому что широкое и настоящее время, на самом деле, тоже очень близко. И еще у нас есть будущее время, плюс еще половинка части от широкого времени. Широкое время у нас бывает частично, как в настоящем времени, и частично в будущем времени. Потом у нас есть простое настоящее, как в русском языке, простое будущее, как в русском языке, и два прошедших времени. Все. Здесь много не путаемся. Есть у нас четыре наклонения, они в принципе все понятны. Долженствователь наклонения, это когда мы что-то обязаны, должны сделать. Желатель наклонения и условно-желатель наклонения, они тоже очень близки. Но если желательно, мы хотели бы, чтобы сделал человек, а второе, условно-желательно, мы хотели бы, если бы этот человек сделал так-то. То есть там есть еще и желание и условность этого действия. И еще есть повелительное наклонение, когда мы кому-то что-то приказываем и повелеваем. Все, здесь все понятно, здесь не нужно ничего больше придумывать. И плавно переходим к нашим сложным временам. Теперь посмотрим, в левой части у нас есть одно наклонение, это повелительное наклонение, которое не участвует в создании сложных времен. Потому что повелительное наклонение, это когда мы что-то приказываем и повелеваем. И оно не может быть в состоянии прошлого, и оно не может быть в состоянии условия. Если это действие уже было выполнено, то есть в прошлом, то когда мы его будем пересказывать, оно просто плавно перейдет в другое время. не останется в повелительном наклонении. Поэтому мы его вычеркиваем из нашего списка и у нас остается всего 5 времен и 3 наклонения. Теперь смотрим. Повествовательная модальность «иди хикаэ бирлищик заманы». Повествовательная модальность используется для передачи действием состояния прошлого времени. Берем наши времена глаголов и наклонения глаголов. У нас их осталось 3. Как мы помним, форма глагола «иметь» у нас может присоединяться как отдельное слово после глагола, а также может присоединяться в виде аффиксов после аффикса времени или наклонения глагола. Тогда по правилу у нас, если слово заканчивается на звонкую, согласную, значит мы используем аффиксы «ды», «ди», «ду», «ты». Если на глухую, согласную «ты», «ти», «ту», «тю». И если заканчивается на гласную, тогда у нас место буковки «и», потому что мы, несмотря на то, что «иди» превращается в аффикс, мы подразумеваем, что все-таки там есть эта гласная буковка. И когда она соединяется после согласной, она просто выпадает, но когда она соединяется с гласной, тогда она у нас становится буквой «е». И получаем мы 4 варианта. Это «иды», «иди», «иду» и «идю». Теперь добавляем нашу форму и смотрим, что у нас получается. Например, «окуёр» читает, «окуёр» «иди». Это значит «читает» в прошедшем времени. Вот смотрите, мы повествуем. Мы увидели, человек читает. И мы рассказываем об этом. Говорим, что он, что делал, когда мы его увидели, когда мы увидели это действие, читал. Значит, «окуёр» «иди» он читал. Или когда эта форма становится в виде аффикса, и получаем «окуёрду». Здесь нужно обратить внимание, что когда мы в форме «иди» добавляем, так как это отдельное слово, оно у нас всегда одинаковое. Оно не подчиняется гармонии гласных. Но когда оно становится в виде аффикса, по гармонии гласных, по предыдущим буквам мы смотрим и подставляем. И поэтому у нас «окуёр» «иди», но «окуёрду». Или дальше, например, «окур» читает, но в широком времени. Он постоянно, например, читает, и «окур» «иди» – это значит, что он какое-то постоянное действие читает. Рассказываем о нем, что он постоянно читал, или «окуёрду» читал. Вот смотрите, в предыдущее время «окуёрду» читал, и здесь у нас «окуёрду» тоже читал. Но «окуёрду» – это какое-то мгновение, когда человек читает. Мы это увидели, и мы об этом сказали. А второе – человек делает какое-то постоянное действие, и мы об этом говорим. Например, когда я зашел в комнату, человек читал книгу. А если мы хотим сказать, что этот человек много читает, то есть все время он много читает, тогда мы используем форму широкого времени и получается много читал. То есть он делает постоянное действие, читает и в прошлом времени. То есть мы об этом повествуем, говорим. То есть нюансы, которые относятся к временам глаголам, которые мы добавляем в форму глагола иметь, у нас остаются, если в настоящем времени окуерду, это значит читал, но это какое-то мгновение, когда человек делал это действие, то окурду, здесь уже этот человек действует. Действие, которое продолжается постоянно или повторяется. Теперь посмотрим увиденное прошедшее время. У нас окуду это прочитал, действие законченное, и оно у нас произведено в прошлом. И когда мы добавляем форму иди, получается окуду иди или окуду иду. И мы вот это действие, которое человек сделал, он прочитал книгу, законченное действие, переносим еще дальше в прошлое, повествуем о том, что он сделал это действие. На русском языке это может быть очень похоже, но когда мы переводим на русский язык, такую форму можно употреблять, добавлять слова раньше или тогда. Например, окуду иду, он раньше уже прочитал эту книгу, он раньше читал эту книгу. Например, глагол гельди пришел, а гельди иди он раньше уже приходил туда-то. Особенность этого времени в том, что мы были свидетелями действия, о котором мы повествуем. Так как у нас здесь изначально увиденное прошедшее время, то есть мы уже были свидетелем, или мы знаем точно, из точных источников о этом действии, и мы повествуем об этом действии, значит мы точно знали о нем. Мы не можем применить это сложное время, когда мы хотим рассказать или оповествовать о действии, о котором мы слышали с чьих-то слов. И вот дальше есть у нас форма услышанного прошедшего времени. Окумуш – это прочитал, то есть мы от кого-то узнали, что человек прочитал, и окумушиди или окумушту. У этой формы есть несколько разных применений. Одна из форм, когда мы повествуем о каком-то действии, о котором мы услышали. Например, мы слышали, что один человек посетил другого. Зиарет этмищ. Да, навестил, посетил. Мы об этом слышали из чужих слов. И когда мы рассказываем об этом событии, мы можем применять эту форму и сказать «Зиарет этмищ ты». Он посетил, мы об этом повествуем, передаем эти сведения, но именно само посещение, как оно происходило, мы не были свидетелями этого. Мы это знаем из других слов. Но это только одно из применений. Очень часто используется такая форма для того, чтобы рассказать о действиях, которые были произведены в дальнем прошлом или вообще в прошлом. Также нюансы этого конкретного времени мы в отдельном уроке будем рассматривать на примерах, и тогда будет все понятно. Я хочу сказать, что вообще сложные времена глаголов используются, каждая конструкция имеет несколько применений. И поэтому, так как у нас этот урок вводные просложенные времена, мы просто смотрим, как они образуются и примерно, что они обозначают, какая логика их образования, то здесь мы подробно не будем это рассматривать. Но в отдельных уроках мы рассмотрим каждую конструкцию с примерами, где вам будет все понятно. И тогда уже рассмотрим применение этих конструкций в разных вариантах. Перейдем к следующему времени. У нас будущее времени. Окуяджак. Это значит будет читать. И при добавлении формы иди получается Окуяджак иди или Окуяджак ты. То есть вот у нас кто-то будет читать, он собирается прочитать, и мы переносим это в прошлое времени. Мы повествуем о том, что он собирался прочитать. Окуяджак ты. Он собирался прочитать. Он как бы должен был прочитать. То есть это действие, которое человек собирался его сделать, поэтому он должен был его сделать, и мы об этом повествуем. Дальше у нас есть должностовательное наклонение Окумалы. И получаем Окумалы иди или Окумалы иди. Он должен был прочитать. На самом деле эта форма очень похожа с Окуяджак ты. Окуяджак ты. Он собирался прочитать. Должен был тоже прочитать. И здесь Окумалы иди. Он должен был прочитать. Они очень похожи. Еще есть у нас два наклонения, которые очень тоже между собой похожи. Это желательное наклонение и условно-желательное наклонение. То есть в первом желательном наклонении у нас есть желание, чтобы человек что-то сделал. И второе условно-желательное. У нас есть желание, чтобы он сделал при определенном условии. Если бы он это сделал. И получается окуя-иды или окуя-иды. Вот бы он почитал. И окуса-иды или окуса-иды это вот если бы он почитал. Здесь есть еще у нас условность. Добавляем если бы он почитал. Вот бы он почитал или вот если бы он почитал. Это тоже очень похожие формы. Мы вот эти наклонения переносим в плоскость прошлого времени. Мы повествуем об этом. И так как мы это повествуем, то это по-любому что-то, что должно было бы произойти. Следующую посмотрим. Субъективная модальность имидж. Ревает бирлящик заманы. Субъективная модальность используется для передачи действием состояния прошлого времени, о котором мы услышали или узнали из чужих слов. Берем наши времена и наше наклонение глаголов. На самом деле форма имидж показывает нам, что мы эти сведения передаем. В отличие от наиди мы там повествовали, то есть мы как бы сами рассказывали об этом действии. То здесь мы это со слов чьих-то услышали это передаем. То есть это у нас появляется такая информация. И поэтому при добавлении к временам, к наклонениям глаголов, очень часто смысл идет у нас никак не связан с прошлым временем. А просто к обычным временам мы добавляем понятие того, что эта информация у нас случайным образом возникла, появилась или мы от кого-то это услышали. Давайте здесь тоже посмотрим, какое время глаголов у нас не может быть с этой формой. Это, конечно же, увиденное прошедшее время, так как имидж, это обозначает, что это информация со слов чьих-то, а увиденное прошедшее время, окуду, например, прочитал, это то, что непосредственно мы видели, были свидетелем этого, то не может быть, что мы были свидетелем этого, но рассказываем так, как будто мы услышали со слов чьих-то. Так как мы уже и так были свидетелями нам, не надо, чтобы нам кто-то об этом рассказывал, мы и так можем сами уже рассказать то действие и просто сказать окуду без всяких имидж. Поэтому это время мы исключаем. Теперь смотрим, когда эта форма присоединяется в виде аффиксов, то после согласной мы используем мышь, мишь, муж и имюш, и после гласной буквы мы используем имидж, имидж, имидж и имидж. Добавляем нашу форму имидж и получаем окуер читает и окуер имидж или окуер муж говорит нам, что оказывается он читает. Эта форма в переводе на русский язык часто сопровождается и практически всегда какими-то дополнительными словами, такие как оказывается, говорят или знаете, что вот какую-то мы информацию передаем, которую мы откуда-то услышали или узнали. И иногда да, можно окуер муж перевести как, что он читал, но мы об этом точно не знаем. Следующее время широкое, окур, читает, все время делает какое-то постоянное действие и окур имидж или окур муж, это оказывается, что он все время читает, оказывается, что он все время делает что-то. То есть мы придаем информацию, от которой говорим, вариант неточности, вариант того, что мы этой информацией овладели с чужих источников. Мы не были свидетелями этого. Следующая форма, окумуш имидж или окумуш муж. Здесь у нас, смотрите, усиление того, что эта информация, откуда-то мы ее узнали. То есть у нас есть такое окумуш, он прочитал и мы об этом узнали. У нас неточная информация и мы ее повествуем так, что тоже эта информация мы от кого-то узнали. Без примеров эта форма будет сложно понять. В отдельном уроке мы рассмотрим именно на примерах для того, чтобы лучше понять. Потому что эта форма и редко используется. Вы, возможно, ее вообще очень редко будете слышать. Но так как нам надо знать, откуда она вообще появляется, мы рассмотрим ее дальше подробно. В будущее время окуяджак имидж или окуяджак мышь. Это как бы мы слышали, что он собирается прочитать. Информацию мы не повествуем, мы не говорим, потому что мы ее знаем. А мы ее слышали с чьих-то слов и говорим окуяджак мышь. Оказывается, он собирается прочитать. Потом у нас есть окумалы имидж или окумалы имидж. Долженствовательное наклонение. Переводится как оказывается или говорят, что он должен почитать. Должен читать. И желательное наклонение и условное желательное наклонение. Окуя имидж или окуя имидж. Говорят, вот бы он прочитал. И окуса имидж или окуса имидж. Говорят, что вот если бы он прочитал. Желательное и условное желательное наклонение. И последнее у нас условная модальность. Исе шарт перелящик заманы. Условная модальность используется для передачи состояния условности выполняемых действий, то есть действие у нас должно произойти при определенном условии. Берем наши времена и наклонения и здесь нужно сразу вытерпнуть два наклонения, это желательное наклонение и условно-желательное наклонение. Так как условная модальность придает условность действию, а в желательном наклонении мы хотим конкретно чего-то, там не может быть условности. И в условно-желательном наклонении там и так к тому, что мы желаем, уже мы добавляем условность. Поэтому второй раз условность добавлять нет никакого смысла, поэтому у нас не будет желательного наклонения или условно-желательного наклонения в условной модальности «исе». И у нас остается пять времен глаголов и одно наклонение, это долженствовательное наклонение. Когда форма «исе» добавляется в виде аффекса, то после согласной у нас добавляется «са» и «се» по гармонии гласных, а после гласной у нас добавляется «еса» и «есе». Создаем сложные времена в условной модальности «исе», добавляем форму «исе» и получаем «окуер-исе» или «окуер-са». «окуер-се» читает и «окуер-са» если читает. «окур» это читает постоянно и «окуер-исе» или «окур-са» если читает постоянно. То есть есть у нас такая условность действия. Но так как широкое время у нас иногда бывает, обозначает будущее время, то «окур-са» может быть «если» прочтет. Можно перевести и так. Мы эти все нюансы дальше будем рассматривать. «оку-ду» прочитал, «оку-ду-исе» или «оку-ду-иса» если он прочитал. «оку-му-ш» прочитал, но мы не были этому свидетелями от кого-то услышали и «оку-му-ш-исе» или «оку-му-ш-са» если прочитал. Но мы об этом точно не знаем. «оку-яджак» будет читать, «оку-яджак-исе» или «оку-яджак-са» если он прочитает или соберется прочитать. И окумалы должен читать, если он должен это сделать, если он должен читать. Условная модальность самая легкая, потому что в принципе со словом «если» или «при условии» все времена не теряют понимание своего времени, и они не плавают по разным временам, поэтому здесь у нас легче всего, сложнее с повествовательной и субъективной модальностью. На этом этот вводный урок про сложные времена глаголов окончен. Мы в этом уроке хотели только понять логику соединения форм глагола «имек» к временам глаголам и к наклонениям глаголам, как эти сложные времена образуются и что они примерно обозначают, какую несут функцию. Дальше будут уроки про каждую модальность отдельно, где мы будем разбирать по каждому времени и по каждому наклонению вместе с примерами для того, чтобы было понимание, когда нам нужно какое-то время использовать и когда нам не нужно какое-то время использовать. Спасибо за внимание. До скорых встреч!